Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас небольшая история Дарьи Махартовой. 20 июля 2018 года был теплым и солнечным днем. Вечером 18-летняя студентка медицинского колледжа Дарья Махартова, не изменяя своей традиции, вышла на пробежку. Но вернуться домой живой ей было не суждено. Днем 26-летний Руслан Ажанов и 30-летний Анатолий Шевченко, выпивая и веселясь, отдыхали с друзьями на городском пляже. Вечером друзья собрались идти по своим делам и вышли на оживленную трассу Кастанай-Затобольск. Там они увидели, бежавшую по своему обычному маршруту, молодую и красивую Дарью. В их пьяных головах возникла мысль об изнасиловании. По сговору, Руслан побежал за Дарьей. Догнав, Руслан столкнул ее с обочины в овраг, где там ее ожидал Анатолий. Это действие привлекло внимание прохожих, и они вызвали полицию. В кустах оврага Анатолий и Руслан совершили насильственные действия сексуального характера над Дарьей. Затем, чтобы скрыть преступление, друзья решили забить Дарью насмерть. После совершения злодеяния скрылись, предварительно сорвав с девушки одежду. Избитая Даша еще была жива. К этому времени на место происшествия приехали старшина Алмат Ермаканов и старший сержант Руслан Рыжеволов, но даже не вышли из машины, аргументируя это тем, что эта территория не их ответственности. Полицейские ограничились только визуальным осмотром места из патрульного автомобиля. Тревогу начали бить родители Дарьей поздно вечером. На поиск девушки вышли добровольцы. Мама указала маршрут пробежки своей дочери, что очень сузило область поисков. 21 июля тело Даши было обнаружено. Прокуратура Костанайской области взяла расследование в свои руки и начала поиск свидетелей. Откликнулись парень с девушкой, которые вызвали полицию. Множество автолюбителей присылали записи с видеорегистраторов, на которых видно сам момент сталкивания девушки во враг. По свидетельским показаниям был составлен фоторобот подозреваемого. Управление собственной безопасности Департамента полиции Костанайской области усмотрело в действиях правоохранителей преступную халатность, выразившуюся в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей. Следователь управления собственной безопасности вынес ходатайство об аресте полицейских, которое поддержал суд. 5 октября 2018 года полицейским вынесен приговор, полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Их лишили права занимать должности на государственной службе в течение трех лет. 26 июля оперативники задержали Руслана, а 2 августа его сообщника Анатолия. Началось досудебное расследование. В ходе следствия было назначено более трех десятков экспертиз. На предварительном следствии они вину признавали, подробно рассказывали о событии. 3 января 2019 года в спецсуде по уголовным делам прошло первое предварительное слушание. Судья Жанар Тлеубаева, которая будет рассматривать данное дело, сразу вынесла постановление о проведении закрытого процесса. Так что даже на предварительное слушание журналистов не пустили. В зале суда остались потерпевшие, мама и тетя погибшей девушки, два адвоката, оба предоставлены государством и прокурор. В суде первым пошел в отказ Шевченко, потом – Ажанов. Руслан даже попытался составить себе алиби, сославшись на свидетеля, но в суде тот эту его версию отмел. 13 февраля 2019 года состоялось публичное оглашение приговора. Суд приговорил Анатолия Шевченко к 25 годам лишения свободы, а Руслану Ажанову окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года. Кроме того, обвиняемые должны выплатить матери по 4 миллиона тенге каждый в качестве морального вреда. Обоим подсудимым было назначено принудительное лечение от алкоголизма у врача-психиатра в месте лишения свободы. Как смягчающее обстоятельство суд признал наличие у Ажанова детей. Но разве мы должны жалеть его детей, если он сам их не пожалел? Такое мнение после приговора высказала одна из родственниц погибшей девушки. Во время вынесения приговора подсудимые закрывали лица от множества журналистов, камер и фотообъективов. С приговором оба подсудимых согласны. После оглашения ни осужденные, ни стороны процесса никаких вопросов не озвучили. Лишь мама погибшей девушки Ольга Покатаева обратилась к виновным в смерти ее дочери с просьбой посмотреть ей в глаза, молодые люди не смогли этого сделать. Позже мама Дарьи Махартовой подала апелляцию на приговор, который был вынесен 13 февраля Костанайским уголовным судом. Как рассказала Ольга Покатаева, она не согласна с приговором, который вынесли убийцам ее дочери и намерена идти до конца, чтобы преступникам дали пожизненный срок. Суд апелляционной инстанции оставил сроки заключения неизменными, но теперь первые пять лет осужденные будут отбывать в учреждении полной безопасности.